Привет всем! Меня зовут Олег и добро пожаловать на канал! Сейчас ем пончик и пью чай. Неплохо, на самом деле. Так вот, некоторое время назад компания DOOGEE вызвала мне вот такой вот телефон. DOOGEE N20 PRO. У меня до этого была версия DOOGEE N20, и он меня очень выручил, когда мой Huawei Honor 10 полетел в чертям, так как его заряжал рядкой от ноутбука Xiaomi. И вот я пользовался тем телефоном порядка две недели. Медленный телефон, не особенно производительный, но для задачи звонить, получать смски и использовать периодический чат подходил, хотя тот тормозил на самом деле безбожно. Так вот, сейчас мне DOOGEE заслали вот этот телефончик. DOOGEE N20 PRO. Он оказался намного более производительный, чем N20. И он у меня сейчас лежит в качестве второго телефона. У меня сейчас здесь лежит симка вторая, которая подключена к гонконгскому интернету, чтобы я мог без VPN пользоваться некоторыми сервисами. Хотя не всеми сервисами сейчас пользуюсь. И давайте поговорим о самом телефоне. Я не буду говорить, что идет внутри, потому что это уже избито, это надоедливо, это встречается абсолютно везде. Вместо этого я буду есть пончик, пить чай. И, собственно, рассказывать о впечатлениях об использовании этого телефона. Начнем. О скорости данного телефона. Телефон достаточно шустрый. Его хватает для большинства задач, то есть интернет серфинг, поиграть в мобильные игры, ну и базовые вещи. Сканер отпечатки пальцев работает достаточно быстро, хотя не всегда аккуратно. Вот можете видеть сейчас. Вот сейчас открылось, разблокировалось, разблокировалось. То есть достаточно быстро, вполне нормально. И сейчас у меня стоит здесь Age of Empire. У меня стоит видеоредактор. Пробовал редактировать на нем видео. Видеоредактируется достаточно неплохо. То есть для телефона это более чем достаточно. Стоит Telegram, стоит WeChat, но это... Здесь у меня стоят на вторые номера. Вот используется для работы. Также стоит Instagram. Здесь у меня лежат мои англоязычные аккаунты, что достаточно удобно. Плюс в WeChat, как я и сказал, находится второй аккаунт, который используется для рекламных целей, по сути для спама. Также здесь стоит Ads Manager. Это приложение для контроля за рекламой в Facebook и Instagram. И вот для этих задач телефон и используется. То есть он не является моим основным. Он является второстепенным, но лежит также в кармане. Производитель заявляет то, что здесь батарея на 4000 мА. На самом деле это не так. Здесь всего, ну, тысяча две. Потому что хватает этого телефона примерно на сутки использования. Из других минусов, которые я тут же отмечу, это камера. Камера откровенно паршивая. Хоть и выглядит то, что здесь четыре модуля камеры, но видео снимает жуткой тряской фотографии. Даже при хорошем освещении получается так себе. Это, в принципе, проблем почти всех бюджетников. Также не понравилось то, что здесь используется micro-USB кабель для подзарядки. То есть micro-USB порт. В идеале они должны были использовать Type-C. Тем более, что на многих других телефонах в дуге Type-C уже давно используются. И для пользователей вроде меня, даже если бы пусть они использовали старый протокол, это как бы не суть важна. Но тут вопрос в универсальность. То есть почти все современные устройства идут с Type-C кабелем. И, соответственно, тебе нужен всего один кабель. То есть тебе не нужно таскать с собой кучу проводов для подзарядки и так далее. А так как телефон, как я сказал, у меня выполняет роль второстепенного сейчас, то было бы очень удобно, если бы использовался тот же кабель для подзарядки, что и на моем Meizu 16X. А теперь о том, что стоит ли покупать данный телефон или нет. Если вы ищете что-то бюджетное, то вполне вероятно, что подойдет. Но опять же, здесь видна бюджетность абсолютно во всем. Вот эта часть, по ощущениям, на фотографиях это выглядит, что она сделана из какого-то стекла или чего-то подобного. Но на самом деле это самый обычный пластик, причем пластик не самого высокого качества. Такой пластик раньше использовался на стареньких китайских ноутбуках, на некоторой пластиковой фурнитуре. То есть вид дорогого он явно не вызывает. Что в купе со всем остальным. Ну, говорит о том, что телефон, скажем, такого низкого пошива. И, короче, рекомендовать его особенно не могу. Но, так как он мне достался, можно сказать, бесплатно, он выполняет свои задачи, то вполне нормально. Я посмотрю, какая цена у него сейчас будет. Потому что, когда я смотрел, она была около 200 долларов, что для этого телефона немножко дороговато. И если бы цена была 120 долларов, вообще идеально. То есть за 120 долларов его можно брать. Ну, не больше. Ну, вот такой вот небольшой обзорчик. А я буду доедать пончик. К сожалению, здесь жарко. Очень-очень жарко. Кондиционер здесь не работает. Я имею в виду про гостиную. Поэтому приходится как-то так выбираться. А в комнатах снимать пока нету там соответствующей инфраструктуры. Надеюсь, что видео вам понравилось. В общем, всем спасибо за просмотр и пока.